16 июля 2013 года астронавт европейского космического агентства лука парметана был вынужден прервать выход в открытый космос из-за протечки скафандра шлем был залит водой он практически не мог дышать и счет шел фактически на минуты его напарник крис кэссиди рассказал о возможных причинах протечки скафандра я астронавт наса крис кэссиди на борту международной космической станции и на прошлой неделе я и лука парметана совершали выход в открытый космос во время которого у нас возникли проблемы со внутренностями его скафандра это была протечка охлаждающей воды как-то проникший через его вентиляционную систему в шлем я не знаю всех подробностей на данный момент инженеры а также весь персонал хьюстона работают над проблемой и пытаются разобраться мы устраним неполадку в скором времени но я хотел бы показать вам откуда берется вода это шлем луки и вентиляционный воздух поступает внутрь через вот это отверстие вот здесь далее проходит вдоль затылка космонавта и затем дует ему в лицевую часть таким образом смесь жидкости и воздуха проникла в это вентиляционное отверстие образуя водяные пузыри за этой пластиковой деталью когда накопилось достаточно воды она начала выступать наружу повсюду начиная с краев белого пластика дальше намочила шапочку с наушниками поток жидкости окутал всю его голову целиком также вода заполнила его наушники и начала подкрадываться глазам покрыла нос жуткая ситуация наземная команда работала здорово давая нам все указания и действуя слаженно мы вернули всех назад и все было в порядке но если бы жидкость протекла сильнее все могло бы быть гораздо более серьезно вот такая у нас была проблема и это был наш выход в открытый космос планировавшийся на шесть с половиной часов но продлился он где-то 45 минут я не знаю удастся ли нам снова назначить выход увидим но гораздо важнее то что скафандры должны быть безопасными каждый раз когда люди выходят наружу необходимо чтобы все в них работало отлично на самом деле существует несколько путей по которым вода может попасть внутрь скафандра и пока мы были снаружи не было уверенности в том как это произошло здесь есть питьевой мешок который крепится на этой сумке и фиксируется напротив живота с маленькой питьевой трубкой тянущийся до вашего подбородка мешок вмещает примерно 950 миллилитров воды и в первую очередь это место вызвало подозрения в протечке также есть еще под но жидкости было значительно больше чем обычно вырабатывается потоотделением это могла быть урина хотя попадание ее в область затылка маловероятно и еще один источник воды который постоянно с нами во время выхода это охлаждающий контур мы носим охлаждающий костюм это специальное длинное белье вроде пижамы с трубками вшитыми охлаждающими трубками вшитыми в ткань и вентиляционными линиями прилегающими к спине подключенными с помощью разъема к скафандру в области живота это еще одно место которое по нашему мнению могло бы пропускать это одна из этих муфт быть может здесь была утечка и технический элемент и скафандра находится в заднем рюкзаке здесь водяная трубка проходит рядом с участком где вентиляционная и охлаждающая системы встречаются для этого используются разные переходники это место инженеры проверяют прямо сейчас вентиляция поступает через это отверстие которое соединяется со шлемом который я вам уже показывал и именно здесь вода проникла внутрь не забывайте подписываться ставить лайки и делиться видео с друзьями спасибо субтитры сделал DimaTorzok